Россияне за последние годы стали больше читать. И это несмотря на все передряги, информационную перегрузку, рост цен и прочие напасти, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Так, за последние 10 лет выросла популярность чтения книг в России – 57%. Причем молодежь больше вовлечена в чтение книг. За последние три месяца житель страны в среднем потратил 2145 рублей на покупку книг. Как и раньше, домашние библиотеки есть у большинства россиян. А это 87% опрашиваемых респондентов. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Чтение и книги – это неотъемлемая часть образовательного и научного процесса. Поэтому эта тема так или иначе будет в нашей сегодняшней программе. Мы расскажем. Формирование национальной системы высшего образования. На какие уровни ее предлагают разделить? Благодаря хорошему отношению между Китаем и Россией я поступила сюда именно по программе. Понять язык и ментальность. Как российские и китайские студенты КФУ дружат, изучают язык и культуру родственных стран. Мы здесь решаем профориенационную задачу, когда школьник уже будет обращаться к работодателю. Работодатели выбирают школьников. Что за карьерный форум для учащихся и компаний проводит КФУ? Новую национальную систему высшего образования в России предлагается разделить на три уровня. Это базовое, основное, специализированное, высшее и аспирантура. Об этом сообщил на расширенном заседании Совета Российского союза ректоров глава Миноборнауки страны Валерий Фальков. В заседании принял участие и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Руководители ведущих российских вузов обсудили вопросы, касающиеся приемной кампании этого года, организации и функционирования филиалов вузов за границей. Отдельно с докладом выступил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Он озвучил новые подходы к формированию системы высшего образования. Он объяснил, что основное высшее образование заменит бакалавриат и специалитет, то есть будет соответствовать по уровню и тому, и другому. Этот уровень образования должен будет обеспечить междисциплинарный, практикоориентированный подход к подготовке кадров. Срок обучения планируется варьировать от 4 до 6 лет. Продолжительность обучения будет зависеть от потребностей рынка труда. Специализированное высшее образование предлагается ввести вместо магистратуры со сроком обучения 1-2 года. Это предполагает углубленную отраслевую подготовку кадров. Поступить на этот уровень смогут только лица, имеющие базовое высшее образование. Аспирантура будет выведена на отдельный уровень, который будет направлен на подготовку научных и научно-педагогических кадров. Поступить в аспирантуру смогут лица, имеющие базовое высшее образование со сроком обучения не менее 5 лет или специализированное высшее образование. Нихао! Здравствуйте! 20 апреля отметили День китайского языка. Он, как и русский, и еще 4 других языка, считается официальным языком Организации Объединенных Наций. Китайский язык как родной использует больше 1 миллиарда человек. Это самый распространенный в мире язык. И, конечно, есть много желающих его выучить. А еще этот язык включен в Книгу рекордов Гиннесса, как один из самых трудноизучаемых в мире. В нем множество диалектов. Некоторые диалекты так сильно отличаются, что жители различных провинций не могут понять друг друга. Но студенты Казанского федерального университета понимают друг друга с полуслова, с полужеста. Даже если в разговоре участвуют китайцы, русские и татари. А помогают им в этом как преподаватели вуза, так и сотрудники деревни универсиады, где проживают в основном китайские студенты и педагоги. А общий язык, будь это из речения Конфуция или строки Пушкина, еще больше сближает китайцев и россиян. Тем более, что отношения двух стран вышли на более глубокий, даже глубинный уровень отношений. Эльвина Минобуддинова убедилась в этом. Цзэньхи – студентка второго курса магистратуры Института химии. Приехала она в Россию 7 лет назад. Цзэньхи родом из юго-востока Китая, города Шэньчжэнь, что рядом с Гонконгом. Родной город Цзэньхи известен как один из самых технологичных в мире. Несмотря на то, что родилась она на юге, впервые удалось увидеть ей берег не Южно-Китайского моря, а Черного в Сочи. Сегодня о России Цзэньхи знают многое, но когда-то она и предположить не могла, что будет учиться здесь. Благодаря хорошему отношению между Китаем и Россией, я поступила сюда именно по программе, то есть под поддержкой китайского представительства. Основаться в неродной стране Цзэньхи удалось довольно успешно. Она и учится хорошо, является репетитором китайского языка, а также вице-председателем Союза китайских учащихся в Казани. И, конечно, нельзя не отметить русский язык Цзэньхи. Сегодня она его знает даже лучше, чем главный международный – английский. Практика языка – залог успеха, по словам Цзэньхи. Нужно больше слушать, читать, заводить знакомство и активничать. Сегодня общаться с окружающими Цзэньхи в разы проще. Более того, если у кого-то возникают трудности с решением задачи или ответом на вопрос, все обращаются к Цзэньхи. Она объясняет им язык химии, а они помогают с русским. Но, по словам Цзэньхи, так просто было не всегда. Свои первые лекции в университете она помнит до сих пор. На лекции как бы сидите, что ничего не понимаем. Ну, как бы я, по крайней мере, я ничего не понимала. Я только там, вот такие простые слова – я, вы, или что там, делаем, что-то, все. Я считаю, что вот именно такие времена нужно пройти, именно что нужно выдержать. Совет Цзэньхи по адаптации китайцам-первокурсникам посвятить первый год в России полностью учебе. Именно так она и поступила в свое время. Больше изучайте язык, потому что то, что вы сейчас изучаете, на самом деле все очень просто. Просто время нужно. Просто начинайте изучать и не бросайтесь. Из другой части Китая, древнего города Сиань, студент первого курса магистратуры Ван Сюянь. Поступать в Россию ему посоветовал друг. И вот уже шестой год Ван Сюянь учится здесь. И не только учится. Работает переводчиком, участвует и организовывает мероприятия для всех китайцев КФУ. Совет Ван Сюянь и первокурсникам звучит так же, как и завет Ленина. Учится, учится, гордится, учится. Надо говорить, надо слушать музыку, смотреть русские филиалы. Надо говорить с друзьями, хотя бы немного по-русски. Нужно активно участвовать в мероприятиях. Язык – это наука между людьми. О языковых трудностях Ван Сюянь знает не понаслышке. Шесть лет назад будущий студент КФУ летел из Китая в Россию, не представляя, как ему придется объясняться в аэропорту. Они английский не знают, а я русский не знаю. Мне вообще никак можно общаться. Мне так как на руку показать, что мне нужно, что мне нужно. Но внутри университета, по словам Ван Сюяня, было уже проще. Здесь совсем помогали и объясняли аспиранты. Сегодня Ван Сюянь сам помогает таким же, как он был когда-то – студентам, первокурсникам из Китая. В период заселения студентов-иностранцев общежития сидит в приемной комиссии, переводит и помогает своим соотечественникам. Студентов-китайцев в КФУ обучается немало. Это одна из самых многочисленных наций в университете. И хоть Китай граничит с Россией, культурные особенности двух стран далеки друг от друга. Китайцам, конечно, приходится здесь открывать для себя много нового. Но свою самобытность они не теряют. Готовят только привычную для себя китайскую кухню. И едят с помощью куайцзы, то есть китайскими палочками. А скучать вдали от Родины им не приходится. Тем более, когда так много соотечественников рядом. У нас в университете традиционно всегда много учащихся из Китая. И как студентов, так и слушателей подготовительного факультета. Соответственно, есть именно представители Китая, которые помогают им и оформлять документы, и с проживанием, и где-то подсказывают по учебе. Также старшие, кто уже закончил бакалавриат, учатся в магистратуре, они также им подсказывают, объясняют. Кроме этого, большое подспорье в том, что у нас в Казани есть Генеральное консульство Китайской Народной Республики. И они помогают с документами, они проводят постоянно встречи с китайскими, чаще всего всячески их поддерживают. Это было и в период пандемии, это продолжается сейчас. Соответственно, то, что всегда они могут обратиться за помощью. Самое главное подспорье – это университет. Как можно забыть родной дом, когда здесь так много напоминаний о нем? Отмечаются в университете все важные для китайцев даты. Работа начинается с приемной комиссии, где уже подтверждаются какие-то списки, есть какие-то фамилии уже, мы с ними связываемся и помогаем с документами, помогаем просто адаптироваться, потому что иностранцам очень тяжело адаптироваться именно в России, потому что они не дома в первую очередь. АИС или Ассоциация иностранных студентов – это мостик между студентами и администрацией-преподавателями. Здесь есть тьютеры, они курируют иностранцев и являются носителями языка. А также есть языковой клуб, преподают в нем 12 языков и исключительно носители. Конечно, в обучении одного из самых сложных языков мира нужно учитывать его особенности, а также связь с многовековой историей Китая. В этом году, в феврале, уже как 4 года подряд, у нас проводится такое мероприятие, как Лунный Новый год. Им нравится, что их культура, вот, России есть, что они себя чувствуют как дома. Китайский – не только один из самых распространенных в мире, но и самый древний из языков. Его зарождение начиналось в 14 веке до нашей эры. Чуть позже, в третьем столетии, систему пиктограмм создал китайский ученый Цан Цзэ. Пиктограммы стали алфавитом китайского языка и известны как иероглифы. Сегодня в китайском языке их свыше 80 тысяч. Конечно, большинство являются устаревшими и в современном языке не употребляются. Иероглифы китайской письменности до сих пор используются в японском и корейском языках, так как это самый древний алфавит. Каждый символ обозначает один слог или часть слова. Выделяется китайский язык и большим количеством диалектов. Они разбиты на 10 групп. Отличия между диалектами бывают настолько велики, что жители одной провинции могут не понять жителей другой. Если вы, допустим, ну, к примеру, грубо говоря, можете выучить английский язык, да, и при этом какие-то культурные особенности, да, вы можете не понимать или опустить, и это не будет слишком сильно мешать изучению языка. В китайском языке так не получится, потому что многие вообще слова, иероглифы, они неразрывно связаны именно с культурой, с какими-то ценностями культурными, с историческими фактами. Поэтому здесь обязательно, обязательно курс лингво-страноведения, обязательно курс истории, литературы Китая. Китайский язык, в принципе, как имея иероглифическую систему написания, да, то есть, по сути, пиктографическую, это значит, что иероглифы — это, ну, можно сказать, рисунки, да, которые сквозь века прошли такую многовековую историю и превратились, соответственно, вот в письменные знаки. И поэтому люди, которые вообще начинают учить китайский язык, естественно, у них должна быть железная мотивация и желание к изучению. Ну и, конечно же, наверное, вы слышали, что китайский — это тоновый язык, то есть есть четыре тона, и в зависимости от того, как вы произнесете то или иное слово, оно будет иметь разное значение. Китайцы с особым вниманием относятся к своим традициям. Многие обычаи и ритуалы соблюдаются жителями Поднебесной уже несколько тысяч лет. Китайский народ — один из немногих, кто сохранил их сквозь века. У китайцев все-таки свой собственный, скажем так, этикет. И, наверное, нашего русскоговорящего человека очень легко шокировать тем, что вот они приезжают в Китай, допустим, прием пищи, процесс приема пищи в Китае, допустим, происходит немного по-другому. Всякие естественные потребности, скажем так, ну, китайцев, да, они могут чавкать за столом, это вот по-простому сказано, да, и в этом нет ничего такого. То есть это немножко такая, знаете, другая культура, мы это должны понимать. И она настолько от нашей отличается, что, конечно же, многих это повергает вот в такой культурный шок, когда они впервые с этим сталкиваются. Почитание старших — одна из самых ключевых и известных особенностей китайского народа. Эта черта проявляется и в отношении окружающих. Они дружелюбны и открыты к миру. Они не зря называют всегда старших товарищей. Это либо Гэга, старший брат, либо Дедя, старшая сестра, либо младших товарищей, там, Мэймэй, младшая сестра. То есть у них вот настолько эта сплоченность, что вот ты с ним подружился или с ней, все, ты сразу брат, ты сразу сестра. Они искренне рады, то есть дружбе вот с иностранцами. Если они подружились, то они действительно очень искренне открытые люди, которые очень дружелюбно воспринимают любые нации. Когда-то именно на базе Казанского университета была открыта первая в Российской империи и вторая в Европе кафедра китайской словесности. Сегодня в КФУ обучается свыше 1600 китайцев. И с каждым годом количество студентов только растет. Многие выпускники становятся проводниками многолетних дружественных связей между Китаем и Россией. Россия и Китай сегодня – это две развитые цивилизации, стратегические союзники. Их роднит близость интересов, общее видение мира, справедливости и законов. Эльвина Минобудзинова, Никита Акиншин. КФУ «Итоги недели». «Пробуй, знай, действуй» форум под таким названием организует Казанский федеральный университет. Участниками проекта стали 30 студентов КФУ и около 300 школьников из Казани. Карьерный форум пройдет 26 апреля. На него заявились уже более 50 работодателей. В программе – выставки работодателей, профориентационные лекции, практикумы по составлению портфолио и резюме, специальные игры. Мероприятие станет ключевым событием профориентационного проекта, который реализуется региональной общественной организацией и достижения молодых Татарстана при поддержке КФУ. О программе, участниках и целях проекта мы побеседуем с руководителем Центра по организации временной занятости обучающихся КФУ Наилем Вельшином. На этой неделе стало известно, что в ближайшем будущем в КФУ пройдет карьерный форум «Проба и зная действуй». Расскажите о нем, какие цели он преследует и вообще в каком формате пройдет мероприятие. Традиционно в апреле, в конце апреля мы проводим карьерные события, которые посвящены все-таки большей степени увеличению насмотренности студентов на рынок труда и на работодателей. Самые главные критерии – это чтобы студенты увидели, на какие профессии они могут претендовать, какие компетенции необходимы для этих профессий и какие зарплатные ожидания сейчас предлагает рынок. И традиционно уже с 2020 года, как наш центр был организован, мы проводим эти карьерные события. Самое первое было – это ярмарка вакансий, обычная ярмарка вакансий, в которой принимали участие все работодатели Республики России. На следующий год мы уже присоединились к всероссийской акции ярмарка «Время карьеры». Всероссийская акция «Время карьеры». В этом году мы решили присоединиться к проекту «Пробовое знадействие», который как раз и про то взаимодействие школьников, студентов, предприятий и карьерный форум. В этом году соберет как раз и школьников, и студентов, и предприятий, и работодателей. И программа обещает быть достаточно обширной и насыщенной. Это получается, на площадке смогут увидеться и школьники, и их работодатели, например, через 5-7 лет. Все верно. Школьник также может познакомиться и с вузом. Мы здесь решаем профориентационную задачу, когда школьник уже будет обращаться к работодателю, какие профессии реализуются, зарплатные ожидания, те же самые интересы, как и у студентов. Просто студент уже учится, приобретает специальность, приобретает свою профессию новую, а школьник только еще на распутье всех дорог, которые ему открываются. Теперь хотелось бы перейти к карьерному центру. Он действует уже третий год, и вот, как принято считать, как раз-таки такие идеи выходят на проектную мощность, как раз-таки на третий год своего действия. Расскажите, каких высот удалось достичь? Да, действительно, мы с каждым годом увеличиваем свою мощность работы при сохранении той ресурсности, которая у нас есть. Возможно, это может кому-то и понравиться, но стараемся пока не выгореть. По итогам прошлого года наш университет вошел в топ-10 лучших вузов по трудоустройству и по подготовке обучающихся выпускников среди всех 400 вузов, которые оценивал HeadHunter в России. И, соответственно, очень много достижений, признание на республиканском уровне, признание среди других организаций, партнеров, с кем мы взаимодействуем. Это все вот, так сказать, итог всей нашей деятельности, которую мы совершаем ради студентов. А как студенты оценивают работу центра? Потому что, понятное дело, в первую очередь на них направлена вся деятельность. Знаете, самый главный такой моментик в работе у нас в цифровой карьерной среде, мы видим, как студенты откликаются на вакансии, какие у них сейчас статусы собеседования проходят, ожидания, мэйдж просто произошел, уже трудоустроен. И когда мы видим статус трудоустроен, это, знаете, какое-то личное достижение каждого сотрудника центра, то, что этот студент нашел работу вот благодаря этой системе, благодаря этой работе, и это приводит к такому вдохновению на новые какие-то свершения. Но, к сожалению, мы имеем такую информационную, наверное, проблему, где-то информация не доходит до студентов, и мы вот теряем эту ниточку к студенту, ко всем студентам, потому что зачастую, ну, практически на каждом карьерном событии один найдется студент, который даст интервью и скажет, что он чисто случайно попал на это событие. Вот, поэтому мы вот, наверное, в следующий год учебный и даже летом постараемся вот эту вот информационную такой, можно сказать, может быть, вакуум, это называется, решить и постараться донести информацию до всех студентов университета. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. В помощь науке. Как российский научный фонд поддерживает российских исследователей. В Казани очень ценили Островского. Пьесы драматурга не раз ставили на казанской сцене. Луч света в темном царстве. Как Александр Островский поменял русский театр. В Ленинградскую область отправляются бойцы снежного десанта КФО. Студенческий поисковый отряд Казанского федерального университета уезжает в ставшую традиционной межрегиональную поисковую экспедицию под город Любань. Экспедиция проходит неподалеку от деревни Смирдыня Тоснинского района. С 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 деревня находилась в оккупации. Во время Великой Отечественной войны в феврале-апреле 1943 в районе деревни проходила Красноборско-Смирдынская наступательная операция, которая привела к уничтожению деревни. В смертельном котле погибло много бойцов, мирных жителей, вражеских солдат. Поэтому поисковики со всей России дважды в год, весной и осенью, съезжаются на поиски останков солдат, артефактов. Цель – найти и опознать хотя бы одного погибшего солдата, чтобы почтить дань его памяти и вернуть имя и историю гибели его родным. Эта вахта для бойцов снежного десанта завершится накануне Дня Победы, 8 мая. В состав нашего отряда войдут 12 человек. Всего же в экспедиции примут участие свыше 150 человек. Это поисковики из разных регионов страны. О других интересных событиях из жизни университета и республики смотрите в дайджесте. Казанский федеральный университет вошел в топ-10 организаций по количеству грантов Российского научного фонда. Об этом сообщил генеральный директор РНФ Александр Хлунов в ходе авторской лекции в императорском зале КФО. Он рассказал о Российском научном фонде как инструменте грантовой поддержки научных исследований. Отметим, что в прошлом году РНФ профинансировал 8200 проектов на сумму более 32 миллиардов рублей. Ведь экспертами являются те, кто здесь присутствует. Они активно участвуют в этом. Хочу сказать, что, конечно, на нынешнее состояние один член экспертного совета это незаслуженно мало. КФО посетили учащиеся школу университетская из Десичанска. 50-11 классников из Луганской республики познакомились с музеем истории и пообщались с представителями вуза. Ребятам рассказали об особенностях поступления в Казанский университет и ответили на их вопросы. Следуя из экскурсии, я понял, что Казанский университет очень богат своей историей. Он очень высокого уровня, и поэтому меня здесь заинтересовало направление экономическое. И, в принципе, сюда поступать очень хорошо, и мне нравится здесь. В Казанском федеральном университете состоялся форум «Российские регионы в условиях острого международного кризиса, ресурсовыживания и потенциал развития». Он прошел в рамках совместного проекта КФУ и Совета по внешней и оборонной политике. Здесь отметили, что образование выступает площадкой для экспорта в сфере реальной экономики. Такая синергия с образованием позволяет более эффективно осуществлять экспорт-продукции, производимые в Татарстане. Мероприятие подобного формата проходит в Казани впервые, и мы очень надеемся, что это хорошее начало, и мы будем продолжать этим заниматься. Тема очень важна для регионов России, особенно для республики Татарстан, который больше года назад оказался совершенно новым для себя в геополитических условиях. Татарстан всегда был в числе лидеров среди регионов России в рамках торгово-экономического сотрудничества. Военный корреспондент – автор документальных фильмов и специальных репортажей. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и Северной Африке Евгений Поддубный выступил перед студентами и преподавателями Казанского федерального университета. Встреча прошла в онлайн-формате в рамках цикла «Открытый диалог» и медиапроекта «Родная гавань». Он рассказал о своем пути в профессии через призму боевых действий в Чечне, Сирии, Южной Осетии. Сейчас Поддубный уже год работает в зоне СВО. Всегда нужно, мне кажется, вести такую для себя формулу. По крайней мере, я ее для себя использую. Каждый репортер, публицист, журналист, он несет личную и персональную ответственную за то, что говорит, пишет и показывает. Выставка «Студенческая весна на холсте» открылась в КФУ. В экспозиции студенты и выпускники представили 101 картину. Ее приурочили к 25-летию из-за студии «Штрих». Картины, представленные на выставке, написаны в разных техниках. Также здесь прошел мастер-класс по написанию картин. Ты всегда наслаждаешься процессом, когда рисуешь. И хочешь запечатлеть ту красоту, которую увидел. Необычный курс по изучению старо-татарского языка запустил студент Института международных отношений Казанского федерального университета Азад Якупов. На кого рассчитан проект, мы сегодня узнаем о него. Здравствуйте, Азад. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о проекте. Где с ним можно познакомиться и почему именно онлайн-курс старо-татарского языка? Да, действительно, онлайн-курс старо-татарского языка запущен на сайте lisan.tatar. И мы сделали специально интернет-курсы для того, чтобы как можно больше желающих смогли ознакомиться со старо-татарским языком. А на кого рассчитан проект и кому он поможет? Проект рассчитан прежде всего на тех, кто интересуется историей собственного народа, собственной семьи. И мы предполагаем, что старо-татарские могут изучать как дети, так и взрослые и все те, кому небезразлична судьба собственного народа. А как вам пришла идея такого проекта? Довольно-таки необычного. Нельзя сказать, что это был такой щелчок, после которого появилась идея создать курс старо-татарского языка. Но изначально, думаю, это все было заложено еще в детстве, потому что моя мама была учителем истории и до сих пор является учителем истории общества знания, а бабушка учитель татарского языка и литературы. Так получилось, что во мне, возможно, это все совместилось, и уже в более осознанном возрасте я начал переводить труды со старо-татарского, и постепенно возникла идея распространить эти знания для более широкого круга лиц. А какие особенности изучения в старо-татарском языке? Особенность изучения старо-татарского языка в том, что на этом языке больше никто не говорит. То есть все, что мы можем делать, изучая старо-татарский язык, это читать уже имеющиеся тексты или пытаться переводить уже то, что было написано. То есть мы не обучаем разговору, мы не обучаем письму, мы лишь учимся работать уже с теми источниками, которые у нас имеются. Ну и плюс изучение старо-татарского языка предполагает знание элементов сразу нескольких языков. Например, это может быть и татарские современные, частично турецкие, арабские и даже персидские языки. А нужно ли пользователю, который захочет погрузиться в проект, иметь какие-то определенные навыки? Или любой желающий сможет с нуля изучить дореформенный татарский язык? Ну, единственное требование, которое мы выдвигаем нашим слушателям, это знание татарского либо башкирского языков хотя бы на уровне школьной программы. Не обязательно, чтобы этот язык был для них родным. То есть у нас уже были студенты, слушатели, которые изучили татарский уже в осознанном возрасте. Ну, в общем, база нужна какая-то, элементарная, и сэнносос. Особых, да, специальных, узконаправленных, филологических знаний для этого не требуется. Название проекта «Lisan.Tatar». Что означает слово «Lisan»? Почему именно так назвали свой курс? Слово «Lisan» переводится с арабского языка как «язык», и в дореформенном татарском языке это слово было довольно часто употребительным, и использовали его как аналог нынешнего «Tel», то есть «язык». И это еще раз отсылает нас к тому, что дореволюционный татарский очень богат заимствований из арабского и персидского языков. Поэтому мы решили назвать наш проект «Lisan.Tatar». Вы, как я понимаю, сами увлечены историей татарского языка. А вот вы уже отметили, что, понятно, с детства, да, вот в осознанном возрасте, с чего началось это увлечение? Осознанно это увлечение началось в школьном возрасте, когда я участвовал на олимпиадах по истории Татарстана, татарского народа. А уже в университете я стал работать с источниками на старый татарском языке, и я переводил стамбульские письма Фатиха Карими, и в процессе этого перевода я понял, что не хватает ресурсов для того, чтобы изучить старый татарский язык с нуля. Как правило, языкознанием занимаются в основном специалисты узконаправленной деятельности, филологи, некоторые историки. А для чего нужно знать историю языка обычным пользователям? История языка прежде всего дает нам ключ к пониманию собственной истории. То есть, изучив старый татарский язык, мы сможем обращаться к нашим источникам напрямую, а не, допустим, формулировать на нас самих взгляд извне, из каких-либо исторических учебников, которые чаще всего написаны в угоду определенных политических дискурсов. Возвращение к корням через поиск и составление родословных, изучение родного языка, приобретает некую такую тенденцию. Какова была ваша цель при создании сайта? Цель была создать именно тот ресурс, который позволит всем людям, независимо от их местонахождения, от их социального положения, от их принадлежности к определенным академическим кругам, изучить свой родной язык, именно тот язык, на котором писали их предки, и обратиться напрямую к этим работам, книгам, рукописям, которые, возможно, хранятся у них дома. Но, к сожалению, ключ к этим текстам уже был утерян в советские годы. И с тех пор, к сожалению, многие эти источники лежат без дела, собирают пыль. И наша цель — это преодолеть такой разрыв между поколениями. А в чем отличие сайта от существующих учебников по изучению старо-татарского языка? Дело в том, что существующие учебники, они больше нацелены, ну, они созданы как самоучители. Наш сайт, он все-таки предполагает взаимодействие с преподавателями и учениками. То есть у нас есть возможность, допустим, проверить свои знания, проверить, насколько вы усвоили материал, и сделать это все в интерактивной форме. То есть онлайн позволяет донести материал, используя различные визуальные составляющие. Это в том числе и тексты, и видеоматериалы, и интерактивные учебники, и, допустим, модули для запоминания букв, слов и так далее. В общем-то, к введению геймификации, можно сказать. Да, да. А есть какие-то планы по дальнейшей работе или, может быть, расширению сайтов? Да, планы, не буду скрывать, большие. Мы надеемся, что мы продолжим, во-первых, изучение, ну, преподавание старо-татарского языка. Но не только. У нас есть идея расширить спектр языков и начать преподавать уже другие иностранные языки, а именно те, которые были востребованы у наших предков в дореволюционную эпоху. Это прежде всего арабские, турецкие и персидские языки. И таким образом Лиссан Татар поистине станет, дай бог, международной платформой. Расскажите немного о себе, ваша специализация, почему выбрали именно КФУ, и когда, и как увлеклись историей? Историей я увлекся еще в школьные годы. Как я уже сказал, участвовал на многих конкурсах, олимпиадах. Моя мама была преподавателем истории. И, собственно, уже в Казанском федеральном университете я понял, что здесь я смогу получить именно тот вектор изучения истории, который нужен мне. А это история тюркских народов, история мусульманских народов России. И я также знаю, что в Казанском федеральном университете находится крупнейшая библиотека арабографического письменного наследия народов России. Большое вам спасибо и удачи в этом, безусловно, важном деле. Спасибо вам. Большое вам спасибо и удачи в этом, безусловно, важном деле. Спасибо вам. Россияне разрушают негативные стереотипы о голосовых сообщениях. Согласно последнему опросу в ЦИОМ, в обществе преобладает нейтрально-позитивное отношение к так называемым «войсам» — голосовым сообщениям. Экономия времени, удобства и простота — главные преимущества аудиосообщений. Так это видят опрошенные. Рост популярности соцсетей и мессенджеров привел к изменению стилей жизни. У нас другие модели медиапотребления, каналы и способы связи. Пока мировые эксперты предрекают вытеснение телефонного общения перепиской, в России этот тренд выражен не так явно. Так, 41% россиян предпочитают телефонные звонки и лишь 15% — переписку в мессенджерах. 61% сограждан получают голосовые сообщения, а 44% их отправляют. И главное — почти 80% пользователей смартфонов нейтрально или положительно относятся к аудиопосланию. А какое послание или новость стало интересной на этой неделе, нам расскажет мой коллега-соведущий Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Раз уж возник разговор о стереотипах, то давайте его продолжим, но в несколько иной плоскости. Давайте о тех стереотипах, а точнее о тех смыслах и установках, что самым агрессивным способом пытаются внедрить в головы жители планеты идеологи мирового псевдолиберализма. Методы и технологии в этом используются самые разные. Очевидно, что ударной силой выступают транснациональные медийные площадки. Главная цель — лишить целые народы их реальной истории, навязав свое видение как прошлого, так и вытекающего из этого будущего. Вот несколько только примеров. Один из самых крупных скандалов недели вызвал американский стриминговый сервис Netflix, который представил как бы крупный документальный проект «Царица Клеопатра». И первый же трейлер к сериалу получил весьма неоднозначные отзывы. Дело в том, что «Великая царица» в, внимание, документальном фильме изображена чернокожей. Египетский адвокат Махмуд Аль-Семари объявил даже о начале судебного процесса из-за преступления. Он подал в прокуратуру заявление о закрытии Netflix в Египте. По его мнению, перепозиционирование черной Клеопатры является преступлением и потребовало принять серьезные юридические меры против тех, кто несет ответственность за создание документального фильма. Адвокат считает, что необходимо провести тщательное расследование процесса и последствий создания документального фильма, в котором представлена темнокожая Клеопатра. В официальной жалобе на платформу говорится, что большая часть того, что представляет платформа Netflix, не соответствует исламским и социальным ценностям и принципам, особенно египетским. По его словам, трейлер к фильму «Царица Клеопатра» уже привлек миллионы зрителей и полностью противоречит египетской истории. Махмуд Аль-Семари считает, что документальный фильм пропагандирует афроцентризм, который направлен на искажение и стирание египетской идентичности. Адвокат также обвинил создателей документального фильма и руководство платформы в фальсификации истории. Такого же мнения придерживается и Захи Хаваас, бывший министр древности Египта, который заявил, что изображение Клеопатры как чернокожей женщины подтасовывает факты. Чуть раньше отторопь вызвал сериал еще одного американского стриминга «Хулу», который выкатил как бы пародийный фарс «Великая». Это про Екатерину II, уже русскую императрицу. В фильме перед правительницей возникают темнокожие рабы-крестьяне в глубоко русской глубинке. Пока ни один наш общественный деятель голоса, увы, не подал. В отличие от египтян, над своей историей мы уже не так дрожим и не так бережны к ней. Тут, что важно отметить, эти сериалы-фарсы смотрит молодежь, напрочь лишенная критического мышления и плохо знающая свою историю. И вот уже в их головах плотно оседает мысль о том, что рабовладение, притеснение эксплуатации темнокожих жителей других континентов были не только где-то в Штатах, но и в России. Вот уже и все безумные БЛМ с их дурью касаются в представлении неотесных зрителей такого псевдокино не только демпартии США, которая и была главным проводником рабовладения в Северной Америке, но и мы должны на колени падать за их грехи, ибо сами, оказывается, грешны в истории. Одна малоголосая латвийская певичка, начинавшая творческий путь в кабаках и обласканная некогда нашим зрителям за песни типа «Я вышла на Пикадиле», бесконечно раздает сейчас интервью, который, как это ни странно, живо воспроизводится в российских СМИ и соцсетях, включая прогосударственные, где обвиняют Россию в приватизации дня общей, как она утверждает, победы. И все бы при всей мерзости этой истории можно было пережить. Но вот на неделе, в очередном интервью, она, радеющая за День Победы, как бы, признается, что ее родной дядя – нацист. Ну, так получилось, и мы все должны смириться с этим и понять ее дядю и ее саму. Что тут сказать? Мы очень расслабились в части сохранения своей истории, а уж совсем не научились биться за нее. Мы быстро забыли, например, что не так мало людей в мире, у кого в самом главном семейном альбоме хранятся фото кровных родственников, уничтожавших наших предков. И единокровные последующие готовы и мечтают мстить. Мы научились снимать лирические фильмы в космосе, но не научились красиво и, главное, достойно снимать фильмы о своей истории. Мы плохо фильтруем друзей и недругов и часто, не понимая того, открываем недругам все информационные шлюзы проникновения в страну, в головы сограждан, в неокрепшее сознание молодых. Шагом в преодолении катастрофы исторического знания и продвижении смыслов о будущем своей страны, основанных на подлинной, а не вымышленной истории, призван стать обязательной отныне для вузов курс основ русской государственности. Но замечу, что это лишь шаг вопроса большой системной битвы за чистоту своей истории во имя будущего пока остается открытым. Такие дела. Всего вам доброго. В апреле отметили 200-летие со дня рождения самого знаменитого российского драматурга Александра Николаевича Островского. Это самый популярный российский драматург. Именно он стал создателем театральной школы России, был учителем Булгакова и Станиславского. Он написал 47 пьес, которые сейчас являются основой репертуара русского классического театра. Он переводил произведения и известных иностранных писателей. Именно он впервые перевел многие трагедии Шекспира на русский язык. Он выступал за авторские права драматургов, создавал актерские общества и был настоящим авторитетом в сценическом искусстве. Самая знаменитая его пьеса «Гроза». За нее Островский получил премию и был принят в ряды Российской академии наук. А за пьесу «Свои люди», «Сочтемся», высмеивающая пороки торговцев, драматург был уволен со службы и попал под полицейский надзор. Одним словом, жизнь Островского полна падений и взлетов. А ведь русская литература и театр могли бы не узнать о таком таланте. Юного Александра когда-то готовили к службе юриста. Какие раритеты хранит библиотека Казанского университета, связанная с творчеством великого русского драматурга, расскажет Амир Ахтянов. Александра Островского называли основоположником национального театра. Он сочинил 47 пьес, а также выступал и защищал авторские права драматургов. Александр Николаевич Островский – российский драматург и писатель, на произведении которого строится классический репертуар театров России. Его жизнь полна интересных событий, а литературное наследие исчисляется десятками пьес. Творчество выдающегося русского литератора Александра Островского оставило мощный след в развитии отечественного драматического театра. Его произведения составляют основу театрального репертуара России. Осознанные им образы, лицемеры, жадные купцы, чиновники, помещики, богомольцы и служанки стали отражением так хорошо знакомых всем типажей. В научной библиотеке Николая Лобачевского, а именно в отделе рукописей и рядких книг научной библиотеки Николая Лобачевского, хранятся раритеты Островского. Например, нам предоставили сочинение Островского, которое было выпущено в Санкт-Петербурге в 1859 году. Стоит отметить, что в этом сочинении опубликованы такие известные произведения, как «Гроза» и «Беспреданница». Помимо этого, нам предоставили следующее произведение, которое называется «В портретах и иллюстрациях. Пособие для учителей». Оно было выпущено Государственным учебно-педагогическим издательством Министерства просвещения РСФСР в 1949 году. Однажды Александр прочел одну из СПЕ своим гостям, среди которых был уважаемый профессор. Академик был так впечатлен произведением, что назвал Островского новым драматическим светилом в отечественной литературе. Удивительно, но, к примеру, «Беспреданницы» зритель встретил прохладно. В «Русских ведомостях» опубликовали нелестную рецензию, в которой говорилось, что Островский утомил даже самую наивную публику. Сам автор объяснил неудачу тем, что произведение несколько опередило время. Основным акцентом он хотел сделать не действие, а характер главной героини. В Казани очень ценили Островского. Пьесы драматурга не раз ставили на казанской сцене. За всю творческую биографию драматург написал более 50 пьес и сделал массу переводов зарубежных классических произведений. Самые известные работы автора – это «Женисьба Бальзаминова», «Беспреданницы», «Гроза», «Снегурочка». Писатель жил литературой, театральной работой и любовью к отечеству. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. «В счастье человек делается добрее, благороднее», – писал Александр Островский в комедии «Лес». Всем, кто ищет или нашел счастье, желаем добра, мира, благополучия. Тем более, что только недавно завершились православная Пасха и священный месяц у мусульман Рамадан. Прецветания всем и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова